здравствуйте друзья такой вопрос у нас сегодня интересный спрашивает человек что вот мы живем в мире такого изобилия что большого количества выбор вот о чем не подумаешь на выбор есть полно всего подешевле подороже там получше похуже все что угодно там гаджеты книги там развлекательная электроника ну ну всего много конечно я я-то помню время когда знаете вот чего дают вот за этим очередь посмотришь очередь для первого что дают потому что ну ничего нет а вот когда что-то дают очередь и сейчас правда другой мир совсем и люди теряются в этом мире и это это правда но вот если было время когда деньги делались например в манифакчеринге в производстве чего-то то сейчас основные деньги делаются в информации поэтому мы сейчас живем то что называется век информации information age да и способность человека перерабатывать информацию это фактически есть залог его успеха или не успеха давайте это гораздо более серьезный вопрос чем вопрос там и как какую камеру купить там да или какой автомобиль или или там еще что-то значит как переварить как из иголки как иголку там да в стоге сена найти и я уже не говорю о том что создается очень много как бы ненужной совершенно информации вот допустим там я не знаю на интернете сколько страничек созданы с единственной целью чтобы кто-то там пришел и кликнул на какую-то рекламу знаете о ценности никакой в этой рекламе нет то есть в этой страничке нет то есть если допустим количество страниц удесятерится то их ценности информативные может вырасти на 20 процентов например я я так отбалду цифры говорю ну в принципе поэтому это как бы вызов времени и безусловно человечество как-то должно на это дело откликнуться и на самом деле если вы посмотрите то сегодня это это тоже как-то решается вот допустим ты хочешь пойти посмотреть там кино и думаешь а какое кино посмотреть а там звездочки стоят вот идешь на там любой сайт где фильмы можно посмотреть значит там звездочками там отмечают на ютюбе например там у вас лайки и дислайки да вот мы выходим смотрим есть есть какие-то вот это вот то что называется social networks какая-то такая функциональность которая позволяет увидеть что люди другие говорят но я вам скажу что когда например до выбора кино доходит я с большим трудом как бы вот мое мнение совпадает с теми звездочками которые там люди ставят эти смотришь там иногда много звездочек а смотреть невозможно и наоборот тоже бывает то есть ну какие-то люди у них какое-то мнение значит но может быть ты вот не из этой группы может быть и над какую-то другую группу то есть если это какой-то большой и мощный сайт то там люди самых разных взглядов и может быть надо какой-то такой вертикальный сегмент где вот какая-то группа более узкая собирается который тебе более близко то есть миллионы способов как найти там себя я дайте чё расскажу в skype что ли написал мне человек из казахстана и он говорит теперь скажите михаил я вот тут смотрю на российское телевидение и там значит уже как бы ну полностью как бы уже понятно что америке кранты то есть коняких шансов нет уже все вот вот завтра уже все кончится и хотел почти вы там чувствуете вот то что вам сейчас уже кранты или нет давайте то есть как казалось бы информации это много но он выбирает то какую ну вот ну я не за может он не выбирал может ему чего дали там был один канал он его смотрел я не знаю но но все-таки он говорит skype пользуюсь мать то есть выход в интернет есть и так далее то есть мало иметь выход в интернет мало браузер иметь надо еще немножко соображать а если ты лучше соображаешь так еще лучше вот вот так получается что было время когда раньше выживал тот кто лучше лопатой там или киркой фигачил сейчас получается такое время что на головой соображать то есть не лопата не кирка не ценится больше поэтому учиться надо вот этому делу действительно надо учиться она как бы не приходит с тем что ты родился вот такой или там я не знаю вот на надо учиться товарищ в этом вопросе а вопрос есть в описании к видео можете почитать и вот он говорит что вот это форум он там видимо имеет в виду форум говорим про ист вот на форум тоже придешь и там много разных мнений и вот получается что опять-то значит 50 на 50 нет 50 на 50 это можно только мечтать если вы можете получить информацию 50 на 50 на форум когда вы придете там 95 процентов народу которые пишут это люди которым хочется написать это не люди которые знают что сказать им есть что сказать он на одном форуме прочитал на другом форуме поделился или там вот где-нибудь на ютюбе почитал на форуме поделился и так далее то есть это как бы сказать чтобы на форуме было фифти-фифти это вы чего это я даже себе представить не могу даже на приличном более-менее форуме там который модерируется и там и так далее поэтому если мозги не включить если не спросить себя а а что это за источник а что это за человек откуда он взялся чем он занимается откуда у него знания предмета и так далее значит тогда у вас все получается но как бы сказать все одинаковые и до тех пор пока вот там 10 человек говорят и все 10 для вас одинаковые ну значит вы так и будете все время получать 90 процентов всякого карпиджа потому что из 10 хорошо если один действительно знает о чем говорит поэтому новостной портал ну послушайте но нельзя же все время подгребать из как сказать из помойного места и спрашивать а вот там написали а вот отвечать не будет ну если человек явно значит черпает информацию в помойном месте ну чего чего с ним разговаривать ну правда ну то есть можно одному ответить можно двум ответить ну когда их много и они все из этого помойного места и как я даже не знаю они должны какую-то работу интеллектуальную проделать сами вот я сегодня с утра там молодой человек года 24 парню и он рассуждает там на тему о том почему ему трудно попасть в соединенные штаты он там какое-то образование не закончил потом выясняется что специальность у него такая что она как бы не числится в списке требующих высшего образования то есть и чван даже если бы он закончил вроде бы ему и чван с такой профессии не положено и там и так далее общем рассуждает 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 вот как быть такой ситуации я могу ты знаешь гучева вот сейчас много народу приезжает и остается по политическому убежищу вот все что я сказал после этого он пишет некий текст такой не безумно объемный но такой текст пишется что насколько я слышал говорит он и дальше начинается значит там я не напиток аргументов в пользу того что вот почему он не может при том что совершенно понятно что даже понятия вообще не имеет предмете то есть он где-то что-то слышал он где-то чего-то там и так далее но но так он и будет жить там где он живет если не если не не включит мозги понимаете значит это вопрос источников которыми он пользуется раз это вопрос критичности мышления 2 и как бы я не знаю может быть по молодости все-таки 24 года уже не там не не 16 то есть когда отвергается что-то без того чтобы вообще знать о чем речь это качество мышления это качество осознания информации переработки информации это подход давайте если у тебя нет подхода определенного ты запутаешься и утонешь в этом мире в котором идет лавина эти наводнения цунами так идет информационно надо иметь подход какой-то как как с этим иметь дело есть если нет начнет значит потерялся и так и будешь вот у тебя будут зомбировать желающих зомбировать много вот они пошло и поехало а ты еще будешь думать что очень умный ты же не просто вот там там ты из надежных источников получаешь вот там я не знаю кто там надежный леонтьев там позднем кто там еще с ним вот значит там по первому каналу тени не пухры мухры в наше время знаете вот была газета правда орган цк кпсс так ну как бы главная газета остальные были не такие главные даже сеть даже серьезные здания были менее важно так вот там была такая мулька типа вот пока в газете правда не напечатают я как бы не отношусь к этому как к факту идет был источник за эти вот газета правда какая правдивая она была правда и какие известия там шли в газете известия само название комсомольская правда если так отвлечься от реального коллектива просто так знаете на название посмотреть вообще кошмар но вот вот это вот читалось и оттуда черпалась информация и поэтому целая страна была с мозгами на бекрень с павликовым морозами на постаментах с ильичами прочитал сегодня с утра что за последний год там где по украине снесли 5000 памятников ленину это нифига себе сколько ших было то не знаю может еще осталось сколько-то и вот они стояли и стихи про ленина читали песни пели с флагами ходили на демонстрацию вот поэтому мы говорим про способность чека отыскивать информацию в потоке информации анализировать осмыслять использовать для своих целей разумно сложно как я не знаю что так сложно и я сам учусь постоянно вот как только доходит до какой-то практической задачи если ты предшествующим ходом таскать своего развития не подготовлен к этому то есть допустим нет такого места куда ты точно знаешь надо пойти и спросить вот начинаешь искать такое место обыщешься обыщешься я постоянно когда что-то новенькое мне приходится делать я прям не знаю до слез вот как бы до безнадёги потому что так много всего ну вот начинаешь полагаться на какие-то рейтинги начинаешь полагаться на какие-то звездочки которые там стоят ну во всяком случае это не дает тебе уж какой-то такой серьезной уверенности но хоть что-то ну хоть что-то же лучше чем совсем ничего если ты сам вот как бы не врубаешься и и пытаешься что-то понять вот но в процессе делания этого ты натыкаешься на блоге ты начинаешь видеть людей которые глубоко разбираются и очень понятно и как бы так по существу излагают и следующий раз ты уже знаешь куда пойти посмотреть вот собственно такой такой процесс все ребят я приехал работу почти приехал так что счастлива и до скорых встреч если вопросы есть значит пишите на форуме залив . орку меня там уже мало вопросов осталось я каждый раз так выезжаю куда-то начинаю смотреть есть там вопрос какой-нибудь или нету вопрос какого-нибудь вот сейчас осталось там два десятка неотвеченных вопросов но они такие уже давно там висят я просто иногда не знаю чего сказать иногда как-то настроение нет а иногда они такие большие что просто нет времени прочесть переварить осмыслить рассказать и так далее поэтому всякие новые вопросы будет как бы рассмотрен почти мгновенно счастливо а